губим себя. Тот, кто вознесется, тот будет погибнуть, а кто смирится, тот будет вознесен к Богу. И чтобы не было такого самомнения в нашей жизни, чтобы мы не превозносили себя над другими людьми, свои дела, поступки, исполняя тот закон, который Бог дал нам, нужно всегда во всех своих делах пытаться жить с молитвой мытаря «Боже, милости, будь мне грешным». И эта молитва мытаря, она будет опускать нас обратно на землю, она будет учить нас смирению, учить покаянию тому, чтобы мы понимали, что всякое дело, которое мы совершаем, если совершается на корнях гордости и самомнения, то погибель. А если совершается на корнях смирения и любви, то тогда оно будет во спасении. И человек, который смирился, тот может возноситься бесконечно. А который уже вознес себя здесь на земле перед другими людьми, то он остановился в своем совершенстве. Исполняя закон, исполняя заповеди, молитвенное правило, тем самым говоря о том, что я все выполнил, что Господь повелел, такой человек уже не сможет возноситься к Богу. Потому что он достиг предела, сам себя оградил этими делами и поступками, и законом, которым себя возносил. И если сказать такому человеку о том, что ему нужно совершенствоваться, то он будет обижен, оскорблен, потому что уже сам себя вознес. А если смиренному человеку сказать о том, что еще много чего стоит достичь в этой жизни, то он согласится, поблагодарит Бога и вас за то слово мудрое, которое вы ему сказали. В сегодняшний день мы учимся с вами у моторя. Боже, милости будем не грешны. Также молимся, чтобы Господь даровал в наше сердце смирение, даровал любовь. И на этих корнях росли все дела, которые мы с вами совершаем. И тогда это будет нам с вами во спасение. Божьем благословении, да, все ваши добрые дела. Это не седмица, которая наступает, она неделя сплошная. То есть в среду и пятницу поста нет. Кто забыл или не посмотрел, об этом помните. Служба у нас будет на Сретене Господне и в воскресенье.